Всем привет, друзья! Меня зовут Эд, и вы на канале Проект Магнит. Сегодняшний ролик, он для меня лично особенный, потому что делал я его с неким трепетом, с ощущением гордости за людей в лице нашего сегодняшнего героя. Знаете, если бы все врачи были такими, как Рамазда Тиашвили, я думаю, что и больных было бы гораздо меньше. В общем, это легендарный человек, то, что он сделал, это просто невероятно, но как сложилась его судьба? Как сложилась судьба героини, которую он спас? Это просто надо видеть. Поэтому досмотрите видео до конца. Обязательно после просмотра оставьте комментарий в поддержку этого видео. Не забудьте поставить лайк. Если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал. Встреча с врачами и сам факт похода в больницу никогда никого не радовал. Но если бы все врачи были такими же, как наш сегодняшний герой, картина могла бы быть другой. История, сделавшая его знаменитым, произошла в 1983 году. Дело было в Литве. Одним летним днем отец маленькой Расы сел за косилку и начал было сбор урожая. В это время его дочери-близняшки играли в прятки. Не успел мужчина завести косилку, как услышал детский крик. Выбежав, он увидел свою дочь Расу с отрезанными ногами. В шокированном состоянии он тут же побежал за помощью. Детский крик разнесся по всему полю. Люди побросали свои дела и побежали помогать девочке. Подоспевшая фельдшер Эляна Кривицкиния как-то остановила кровотечение. Вела обезболивающее, подобрала ножки трехлетней малышки и поехала вслед за машиной, которую быстро подогнал тамошний работник. Расу на руках занесли в отделение хирургии при местной больнице в городе Радвилишкис. Но литовские врачи сказали, что не смогут провести такую операцию. Чтобы пришить ножки обратно, ребенка нужно перевозить в Москву. Для этого власти экстренно организовали самолет Ту-154, проложили свободный воздушный коридор и выяснилось, что в Суматохе ножки девочки забыли в больнице. Вернувшись туда, они обнаружили, что одна из медсестер положила их в пакет с замороженной рыбой и дожидалась, когда за ними придут. Теперь можно было лететь. Время неумолимо шло, сокращая шансы на успех предстоящей операции. И пока Раса находилась в воздухе, в это же время в Москве хирург Рамаз Датьяшвили закончил сложную операцию, которая длилась 12 часов и лег было спать. Но тут раздался телефонный звонок. Ему сообщают, что скоро к нему прибудет трехлетняя девочка с отрезанными ступнями. Рамаз в полудреме поднимается с кровати и пытается переварить услышанное. Далее он едет в 51-ю городскую больницу, которая была для взрослых. Он уже в пути понимал, что возникнет множество сложностей и нужно будет их решать. Его догадки подтвердились. Так как в больнице анестезиологи работали лишь с взрослыми и не имели дела с детьми, ему отказали в анестезии. А в те времена, чтобы кому-то прозвониться и найти нужных людей среди ночи, нужно было сильно попотеть. Рамаз первым делом звонит в институт, в основной корпус, и там получает отказ. Было лето. И обычно в это время академические институты закрывают на ремонт. Операционная оказалась закрытой на ремонт тоже. Но вот детских анестезиологов все же нашли. Отправить детского анестезиолога в другую больницу институт не может. Врачи на дежурстве. Где же делать операцию? Рамаз Датьяшвили ездит в Филатовскую больницу и попадает на дежурного хирурга. Тот ему говорит, у нас нет возможности ноги ампутировать, а ты хочешь их пришить? Просто обработай рану и зашивай, советовал тот ему. Нет, я пришью ей ноги, твердо ответил молодой 33-летний хирург Датьяшвили. К слову, тогда Филатовская больница была ведущей детской больницей всего СССР. Именно там Рамаза начинает разворачивать операцию по спасению маленькой расы. Его встречают далеко не гостеприимно. Пришел какой-то пацан, хочет кому-то пришить ноги, поставил всех на уши и еще и указания раздает. В Рамазе тогда проснулась некая сила, которую он не может объяснить. Непонятно откуда он черпал энергию, а главное понимание, как действовать наиболее эффективно, потому как не было времени на ошибки. Крайно говоря, по-моему, ноль двигала божья рука. Каждое действие должно было быть точечным и правильным. Чем дольше ножки расы были отдельно от тела, тем меньше шансов на успех и вообще возникал риск, что они не приживутся. Раса уже была на подходе. Рамаз в боевом режиме, висит на телефоне уже несколько часов. Каждые полчаса выбегает в приемную, чтобы посмотреть, не поступила ли раса. Прождал всю ночь. Наконец, в 6 утра появилась раса. Рамаз сутки без сна. Но опять-таки, каким-то чудом в полной ясности ума. Рамаз рассказывает, как впервые увидел расу. Она была настолько бледной, что сливалась с цветом простыней. Отрезанные ножки были переморожены, твердые, как дерево. В сознании молодого микрохирурга закрадывается сомнение в целесообразности пришивать такие ножки. Но Рамаз полагается на свою интуицию и чувствует, что ноги можно спасти и решает делать операцию. Но вот новая проблема. Нет нужных ассистентов. Никто не может. Кто на даче, кто еще где. Рамаз звонит Яше Бранту, у которого ребенок заболел. Однако Рамаз уговаривает его, и тот приезжает. Операционной сестрой становится Лена Антонюк. Теперь она врач, а тогда была просто студенткой, в которую поверил Рамаз. Через 4 часа после начала операции обоих пришлось отпустить на перерыв. Они устали. Сам Рамаз не стал уходить. Он понимал, что если остановится хоть на минуту, продолжить больше не сможет. Просто отключится от усталости. На одной только силе, воле и концентрации он стоял на ногах. Через час ассистенты вернулись и застали Рамаза, кропотливо пришивающего один сосуд за другим. Для него словно ничего больше не существовало. Он жил каждым своим движением. Он словно слился с ножками маленькой пациентки, и вся вселенная была заключена в них. Яша отмечает, что это было похоже не на операцию, а на магию. И вот последний стежок и теплые пяточки расы. Рамаз Датьяшвили валится от усталости на пол и засыпает. Он сделал все возможное и невозможное. Раса спасена. Впереди долгая реабилитация и новые проблемы. Раса, раса, герой. Она очень много выдержит. Раса, раса, моя, дорогая, девочка. Раса, 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 моя, дорогая, девочка. Когда информация об уникальной операции в мире просочилась в СМИ, те просто нахлынули на Филатовскую больницу. И те были в ярости от того, что лавры славы достались не их врачу, а какому-то выскочке. «Что вы к нему привязались?» – говорили врачи Филатовской больницы. «Он пришил только одну ногу, вторую – наши хирурги». Но истину не утаишь. Героем того судьбоносного дня был Рамаз Датьяшвили, о котором узнал весь мир. На следующий день после операции журналисты назовут транспортировку расы эстафетой добра. Ведь героем того дня был не только Рамаз, но и пилоты, фельдшеры, люди, которые оказали Расе первую помощь, женщина, которая прихватила ножки ребенка, и медсестра, положившая их в пакет с замороженной рыбой, и многие другие. Девочка проснулась знаменитой. Со всего мира ей писали письма, присылали игрушки и фрукты. «Я благодарю Бога за то, что Он послал мне такое испытание. Я его выдержал. И счастлив, что есть на свете Раса и другие мои пациенты, которым я помог», – говорит Рамаз Датьяшвили. Реабилитация девочки шла очень долго и тяжело. Удержать трехлетнего ребенка неподвижно в постели – задача не из легких. Рамаз все время был рядом. Он буквально носил свою пациентку на руках и стал ей отцом. «Я пришил ей ножки, и я должен был убедиться, что они функциональны, и она сможет ходить», – говорит хирург. Пока Раса не сделала свои первые шаги, он не отходил от нее. Я много слышал, что когда я пошла первый раз, что доктор Рамаз Датьяшвили даже прослезился. Он к ней относился как к самому близкому, родному человечку своему, которого он, ну, что называется, не родил, но он его спас. По сей день они созваниваются и дружат. Сейчас Датьяшвили работает микрохирургом, профессором хирургии отделения пластической хирургии в Университете Нью-Джерси. В США он переехал в 1991 году. О причинах эмиграции Датьяшвили не распространяется, не хочет никого винить. Однако его знакомые говорят, что одной из причин могли стать его слава и зависть, которые обрушились на хирурга после того, как он прооперировал расу. Причем зависть не только коллег его уровня, но и более высоких рангов, профессоров, докторов наук. Он лишь хотел качественно выполнить свою работу, но был вынужден покинуть страну, говорят они. Вот так мы потеряли еще одного гениального человека. В России Датьяшвили в последний раз был два года назад, когда прилетел на съемки «Пусть говорят». Понимаете, если человек совершил, можно сказать, медицинский подвиг, впервые пришив ножки, это медицинский подвиг был. Он рисковал очень сильно, тем не менее он выиграл, и ему этого не простили. Пользуясь случаем, я хочу передать огромную благодарность моей жене, которая находит вот такие прекрасные истории, присылает их мне в мессенджер. Когда я получаю сообщение с какой-то историей, я понимаю, что это, возможно, очередной шедевр, и это всегда получается именно так. То есть видео, присланные моей женой, всегда набирают очень много просмотров и резонируют с большим количеством людей. Посмотрим, как это видео себе поведет, и поддержите его, пожалуйста. Поставьте лайк, напишите ваш комментарий, и поделитесь со своими друзьями. Ну и не забудьте подписаться на мой инстаграм и следить за активностями, которые там происходят. Всем спасибо, всех благодарю, и будьте магнитом. Притягивайте свою жизнь только самое лучшее. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok